всем большой привет с вами юля и моя работа золотое руно на крылечки да я как вы видите очень старательно работаю над этой вышивкой хочу идти по своему плану но по крайней мере пока держусь и очень цели устремленно держусь своего плана и хочу конечно же закончить поскорее вот эту работу поэтому вы так часто ее видите а может быть я вам немножко надоело но вот это моя вышивальная жизнь моя рукодельная показывают то что есть и хочу сегодня опять же снять тег и и ответить на вопрос на вопросы которые нам подготовила стефания цвейк так называется мои вышивальные секреты и мечты конечно я оставлю информацию в инфобоксе я себе здесь подготовила уже иголочку с ниточкой заправлена и будем мы буду я вышивать вот этот участок я подобралась уже видно так вот так а вот к этим яблочкам хочу вышить какие-то красные пятна на моей работе чтобы уже любоваться потому что вот у кота так видно не видно не видно на камеру у меня сейчас кот вышит он у меня без головы и пока я туда подобраться не могу потому что мне нужно схему склеивать часть головы находится на другом листе я не вышиваю четко по листу потому что у меня очень не видно границы я затягиваю крестики не очень но все равно мне такая плотная идет вышивка когда идет по горизонтали четкая линия то в данном случае нет границы но когда идет по вертикали вот тогда у меня получается граница вот поэтому я хочу вышить вот эти замечательные яблочки дальше мне будет ждать воробушек чудесненький но за воробушка в это уже будет край левый верхний угол и я этого момента очень очень жду потому что дойдя до третьего угла это уже такой знаете маячок что работа стремительно идет к завершению и так я здесь себе все подготовила давайте я прочитаю первый вопрос давно ли вы вышиваете изменила ли вышивка вашу жизнь что она значит для вас так такого первого просто много вы вышиваете и сейчас я настроюсь посчитаю сколько мне здесь нужно вышить 6 хорошо чтобы не сбиться мы поехали я значит первую свою вышивку ну более уже так сознательном возрасте взяла вышивать в 2012 году я как раз недавно переехала в грецию новая страна круга общения нет у меня было полное погружение в язык я его учила днем и ночью не мне хотелось как-то себя развлечь я искала другое какое-то занятие кроме книг и учебы и каких-то еще других дел я сказала чем вы себе себя развлечь я вспомнила что мне когда-то нравилось вышивать крестиком когда я пробовала еще в детстве мне было лет 12-13 у меня было такое настроение вдохновение мне мама подарила косу с мулины где-то нашла от бабушки да как раньше мулиных хранили косах и она мне подарила эту косу и и у меня пришло такое вдохновение что я почувствовала прямо просто себя художником мне еще дали вафельное полотенце помните раньше были такие вафельные полотенце где вроде бы как какие-то крестики были я попросила папу нарисовать мне на этом полотенце ирис и он прям так контуром просто нарисовал вот цветок ириса у нас в садах вокруг как раз цвели ирисы и этот цветок мне очень нравился вдохновлял и я значит глядя на этот цветок вот представляете дам 13 глядя на этот цветок в саду выбирала те нитки которые имелись в этой косе смулины и вышивала и вы знаете этот цветок получился более-менее достойный да ну как бы не не такие какие-то пятна более-менее хорошо подобраны цвета и все это было хорошо вышито меня это так вдохновило мне это так впечатлило что я вот прям такой художник и все рисую нитками мне захотелось продолжать развивать мой букет и я попросила папу дорисовать мне еще два цветочка мне нарисовал георгин и еще какой-то цветок я уже не помню там листики и знаете ну вот такой всю зелень и я продолжала работать над этим букетом долго его вышивала вышивала но в какой-то момент георгин у меня не очень получился я разочаровалась и поняла что нет я все-таки не художник но тем не менее первая моя вышивка в те годы она была выполнена и мама хранила очень долго это полотенце и не знаю уже наверно вы выбросили столько лет но долгое время она была у нас в доме это полотенце вышитое моими руками вот и я вспомнила что когда-то я вышивала когда-то мне нравилось не решила значит здесь в греции отыскать тоже какую-то вышивку и повышевать это было в 2012 году а я нашла здесь один магазин поблизости я в принципе тут и грец особо не знала какие-то магазины ничего не знала вот нашла магазин рукодельный и купила вышивку сюжет сара мун на страмини с напечатанным фоном на печально печатаны на страмини был рисунок тоже не знаю как вышивать на страмини крупные был каунты я вышивала просто крупным крестом две нитки ну как знала так и вышивала там было очень много фона конечно было сложно вышивать потому что когда есть напечатанный рисунок то крестик обезначен не четко то есть там есть смещение нужно самостоятельно догадываться как вышивать примерно год потихоньку иногда вышивая эту работу я ее завершила и поняла что мне это дело очень нравится и надо продолжать работать с вышивкой и я поняла что на страмини вышивать мне не очень нравится что должны быть и другие варианты вышивок но я не знала где искать где купить что это как это вообще был для меня полный темный лес так видно тему вышиваем видно так и я тогда вернула в интернет набрала вышивка крестом и стала искать какие-то схемы и о чудо оказалось что в интернете можно найти схемы я скачала какую-то схему сейчас я вспомню какую первую схему я скачала я вспомню это были греческие вазы картинку вам вставлю так и минуточку мне эта картинка очень понравилась потому что ну понимаете в греции да мне захотелось быть выше что-то на греческую тему я опять же пошла в наши местные магазины у меня уже был список конкретно ниточек дмс что мне нужно было купить я искала здесь ткани еду нашла ткань конечно она не свайбард не лучшего качества мягко но тем не мере не хотя бы аида и в общем посчитав немножко разобравшись я приступила вышивать но были у меня еще вопросы по вышивке принципе я не знаю даже по какому-то наитию меня никто не учил никогда даже в детстве я сразу понимала как нужно вышивать крестик единственное что у детстве конечно крестики мне были в разные стороны но вот когда сейчас я вышивала я уже знала что нужно в одну сторону как-то это я понимала что нужно все аккуратно выкладывать стишки но все равно информации не было мало я хотела больше узнать о вышивке каких-то еще секретов полезной информации и вот тот момент я наткнулась на youtube что вот да есть есть оказывается youtube на ютюбе было очень мало блогеров помню алина тогда начинала снимать свои видео я с упоением так смотрела ее видео время восхищалась ну вот девушка сколько тратит своего времени на съемку лишь не просто вышивать это еще снять нужно видео всегда восхищалась любовалась и вышивками процессами и видео все видео мне нравятся и даже тогда я понимала что это большой труд тоже снять видео даже если видео но не очень удачно и тем более поначалу мы учились были ошибки и со звуком и где-то камера и что-то как-то но тем не менее даже тогда я понимала что это большой труд и благодарность всегда смотрела все видео алины и конечно же и глядя на видео алины глядя на видео других девочек я стала находить и блогеров которые показывали свои вышивки большие рулоны и все здесь у меня понеслось я когда стал смотреть на вышивки других девочек как много и сколько всего интересного и дим меньшинцы различные работы я очень впечатлилась и вышивая свою первую работу я поняла что мне нравится это здесь действие это процедура ниточкой работать иголочкой туда-сюда это большой релакс это мое и все вот с этого у меня все и началось и понеслась моя жизнь как говорится с иглой в руках и стали появляться запасы станки и в общем все аксессуары в общем вы понимаете все меня это затянуло затянуло бесповоротно и принципе я этому очень рада мне нравится мое хобби и как я уже говорила я даже жалею что я раньше не встретилась с вышивкой на самом-то деле у меня давно были порывы повышевать и я заходила в наши магазины швейные смотрела по сторонам но вот вот представляете знаете вот ну как назло никогда ничего вышивки не было никогда мне не попадались ни какие-то нитки не какие-то схемы ничего мне не попадалось и поэтому вышивкой я никогда и не занималась серьезно когда-то когда-то на украине но был у нас такой журнал вышивая кресиком начал выходить и были была реклама по телевизору и я прям так воодушевилась и прям думаю все вот буду покупать журнал и все вышка вышивкой займусь но в тот момент я устроилась на работу и было в общем-то не до вышивки вот и поэтому вышивка ко мне пришла именно греции и теперь мы с вышивкой так я сейчас закреплюсь и вам верну так я к вам вернулась ну и продолжение изменила ли вышивка вашу жизнь что она значит для вас ну как по ним как вы понимаете вышивка конечно изменила мою жизнь значит она очень многое потому что я теперь без вышивки не могу это мой релакс это мое хобби это то что мне приносит положительные эмоции и мне очень нравится создавать картину может быть мне когда-нибудь потом захочется создавать и прикладную вышивку но на данном этапе я без ума от картин а следующий вопрос какими из вышитых картин вы гордитесь больше всего если есть возможность покажите какими я горжусь но я не могу сказать что я прям вот горжусь своими работами у меня нет каких-то прям таких масштабных у меня есть те работы которые они любимые больше есть работы которые ну как бы попроще но они тоже любимые чем я горжусь ну не знаю может быть я могу выделить одну из моих любимых работ это поцелуй от ланарты я буду вставлять фотографии не буду сейчас как-то тащить все показывать поцелуй от ланарты я ее даже отдавала на выставку сейчас кстати она находится на выставке после конкурса когда прошел конкурс работу попросили оставить и все работы но кто согласился из участников они сейчас путешествуют по разным городам греции и выставляются да вот она сейчас на выставке поцелуй от ланарты эта работа мне дорога потому что этим дизайном я долгое время болела и когда приступила так как не знала как работать с равномеркой у меня были проблемы со схемой схема там была не полностью я много делала ошибок поэтому работа у меня вышивалась три года я начинала бросала снова начинала дело ошибки заново переначинала в общем много с ней связано поэтому я ее отмечаю особенно очень люблю свою работу парусник от реолис к сожалению работа не оформлено потому что не некуда ее повесить тоже ставлю фотографию ну вот из последних конечно же последние всегда работы они более любимые это ангел от буцила и кастом крафт совы в лунном свете ну конечно же любимые мэйги и макс которые висят у меня над моим рабочим столом я тоже ими любуюсь каждый день мне нравится что они здесь рядышком создают мне приятную компанию вот ну такие вот мои любимые работы если у вас вышивальный провал и вышивка которая получилась просто ужасно нет таких вышивок у меня нет у меня все работы хорошие аккуратные красивые если у меня есть и провальное оформление опять же в начале моей рукодельной здесь деятельности когда я вышила свою первую работу dimensians по целую снеговика у нас был совместник на youtube потом эту работу вышивали все повально и это было просто очень масштабная такая акция на youtube ну вот у меня есть поцелуй снеговика очень красивая работа нигде не висит и смотреть я на нее сейчас не могу потому что она очень плохо оформленная когда искала здесь багетные мастерские я же себе представить не могла что здесь такие мастера безрукие безалаберные и вообще здесь в греции мастеров в любой сфере очень мало греки ну может меня сейчас греки смотрят и будут ругаться но пусть ругаются они сами это знают вообще лентяи и они его знаете вот как они выучились они 150 лет назад вот они не хотят меняться и считают что они великие мастера ужасны у них багетки и оформление но оформление еще сносно но мастера просто ужасный я несколько багетных мастерских обошла в поисках и такое там видела с работами такое творят это конечно ужасно в россии за это бы уже расстреливали просто ну в общем посоветовали мне одну багетную мастерскую я пошла там девушка приветливая такая вся ну вроде бы располагающая я и отдала свою работу когда вернулась работа конечно была ужасно оформленная я не помню точно что там произошло общем ужасно было оформлено я говорю надо переоформлять хорошо она мне переоформлено вернула багет косой когда я открыла багет работу она обрезала под край вообще вот как где вышивка прям под самый край не просто даже ровно обрезана кусками какими-то зубами она отрывала я не знаю что там происходило в общем работа стоит у меня честно под столом и я не могу никак собраться силами чтобы ее переоформить это уже столько лет она там стоит сначала нависела но потом я уже не смогла смотреть на эту вышивку я ее спрятала под стол надежде что когда я буду оформлять какую-то зимнюю серию или что-то как-то я конечно же переоформлю потому что вышивка красивая но такое оформление это просто стыдно вот такая ситуация нитку закрепляю вам возвращаюсь так продолжаем следующий вопрос у многих из нас есть коллекция наборов вышивки крестом у кого-то больше у кого-то меньше есть ли среди этих наборов любимчики которые больше всего цепляют душу у кого нет запасов расскажите о своих самых ярких очушках на данный момент если есть возможность покажите ну такой вопрос провокационный как я могу выбрать и что-то из моей для меня огромной коллекции наборов и показать любимчики мои любимчики даже все в мои любимчики не могли войти в планы на 2020 год это же понятно что самые любимые интересные набор уходится вышивать в первую очередь и я не смогла все включить в планы 2020 год я уже эту коробочку разгрузила насколько это было возможно и тем не менее там у меня очень очень большие планы ну если вы не видели это видео я оставлю ссылку вы посмотрите но еще раз хотелось бы здесь упомянуть чтобы все было действительно понятно и еще раз оговорено что эта коробка с наборами это не значит что она будет все открываться это мои так скажем дополнительные дополнительные мои планы наборы что-то будет там точно открываться а что-то останется как бы на на выбор на возможность вот вот что коробки у меня мои любимчики на самом деле все наборы мной любимую очень сильно практически за исключением ну буквально там какого-то небольшого количества которому я перегорела пока вот поэтому показывать я не буду здесь вставлять ссылки каких-то наборов у меня все мои запасы и наборы все это очень мне дорого у меня есть большая папка со схемами распечатанными конечно у меня есть много всего скачанного на компьютере как у всех большая коллекция но у меня есть распечатанные схемы это те схемы которые я печатала с надеждой поскорее начать и они тоже ждут как бы своей очереди ну понятно что скорее всего и не дождутся потому что тут у меня в очереди много наборов собрала что вышивать можно лет двадцать ничего не покупаю но тем не менее видите вот хомяк мечты все это постоянно в голове хочется всего и побольше и я вообще человек очень впечатлительный мне много всего нравится и различная тематика мне нравятся различные производители я могу сказать что я вот приверженец только дима дима манны ли только многоцветки мне все нравится ну я имею ввиду не вообще все все нравится разные производители большие и маленькие работы какие-то небольшие такие милые работки дамки такие какие-нибудь забавные тоже мне нравится иногда хочется их вышивать поэтому я так сказать все ядный человек мне нужно разнообразие вот а следующий вопрос если у вас глобальная вышивальная мечта но в силу разных обстоятельств боитесь начать покажите или расскажите об этом сюжете но мне есть так сказать глобальная мечта которая в этом году я надеюсь осуществиться я уже очень давно купила набор на сайте вышивай.ru вставляю картинку в поисках золота 2 для меня эта картина она как бы у нее есть серия там есть поисках золота 1 по моему где есть как бы компас то здесь лупа с картой следующей серии там есть по моему карта с компасом и еще одна картина карт который нашел на дне пруда клад вот эти все три три картины три сюжета они мне очень нравятся и и они у меня не вышиты потому что я когда взялась за первый сюжет в поисках золота 2 я не почему-то не смогла преодолеть эту вышивку вот как-то она не пошла отложилась и соответственно вся серия у меня не вышита но по-прежнему спустя столько лет эта серия мне очень интересно и не хочется ее вышить работы достойные и и надеюсь что в этом году у меня все получится потому что я уже так как-то себя настроила у нас будет совместный проект а когда и совместный проект это знаете такой общественный пинок поэтому все будут ждать отчетов поэтому я думаю что я настроюсь и все-таки смогу преодолеть этот этот какой-то барьер страха перед масштабной работой организуюсь все продумаю покажу вам обязательно как у меня идет процесс организации тоже ближе к концу месяца когда будет начинаться наш совместный проект который начнется 1 февраля девочки кто организовывается не спешите мы начинайте начнем все вместе 1 февраля мы начинаем наш совместный проект готовьтесь покупайте наборчики схемки все у нас впереди ваши вышивальные предпочтения какие сюжеты доминируют в вышитых картинах мои вышивальные предпочтения но я думаю здесь даже озвучивать не надо вы все понимаете по моим вышивкам животные мои предпочтения так складывается что у меня очень много вышивается животных и очень люблю о разных птичек невеличек и маленьких и крупных у меня вышит петух от кастом крафт ставлю вам картинку очень люблю люблю я этого петуха это не для всех сюжет не все его могут понять муж мой сказал что он не понимает зачем я вышивала петуха и говорю ты мало видел петухов природе в жизни в смысле какие некрасивые я просто погоду петух и поэтому не нравятся петухи вот здесь объяснение такое простое люблю разных птичек и маленьких и больших и хищных птиц орла мне нужно вышить еще в филина хочу вышить лебедей я еще не вышивала тоже вот у меня тут такое опущение попугаев ну вот у меня видите планы на животных и на птиц ну как мечты до большие пейзажи люблю домиками но мало мне пока картин вышита сколько выше там не пейзажи с домиков четыре всего лишь тоже хочется еще побольше повышевать и последнее мое предстрастия хочется вышить и девушек но не в этом году в этом году меня запланировано тоже много животных пейзажи и вот картина в поисках золота 2 это какой стиль как как-то куда отнести не знаю вот эту серию дизайна в общем а и цветы я очень люблю я люблю цветочки но у меня цветочков тоже выше то очень мало вот такие вот у меня предпочтения расскажите о своем отношении к вышивке подбором был ли опыт и ваши впечатления к вышивке подбором отношусь абсолютно нормально а если вы умеете подбирать то это очень даже полезное занятие потому что можно туда вышивку подбором пристроить какие-то остатки те нитки которые есть запасах у нас очень много разных ниток запасах вообще сэкономить можно на на дизайне если покупать с самого начала нитки то наверное получится дороже чем любой набор а если у вас есть запас ниток и сделать подбор то я думаю что получится очень даже выгодно у меня есть несколько работ выполнить выполненных подбором первая работа была выполнена очень очень давно но наверное тысяч тысячу тысячи четырнадцатом году примерно четырнадцатом пятнадцатом я точно не помню это дизайн фирмы анкор называется сейчас вспомню сейчас вспомню village of welfare представляете помню картинку вставляю нашла я этот дизайн схему на просторах интернета ниточки там были указаны в анкор ну так как я здесь в греции еще ничего не знала где какие нитки можно найти покупать с россии украины я покупала но тоже как-то мне было невыгодно я не помню в чем там был вопрос или не было этих ниток тоже невозможно было найти на тот момент и я решила делать перевод в ниточки дмс по программе работа всеми петер мейкер это была моя первая такая масштабная подготовка я сама прорабатывала схему в программе то есть я подбирала там цвета менялась палитры с анкор дмс корректировала масштабная общем не была подготовка делала перевод и вышивала ниточками дмс очень сложно очень муторно но итог у меня получился великолепный я очень очень люблю эту картину муж ее любит она у нас висит мы на нее смотрим прекрасная прекрасная вышивка я очень довольна ну вот если бы была возможность сразу купить анкор и не мучиться было бы конечно лучше но видите я справилась а вторая вышивка подбором была у меня ну тоже вот недавно в восемнадцатом году в семнадцатом не помню в каком году я вышивала бёрджпоинт это дименшенс давно снятый с производства увидела на канале у у Светланы Горелкиной сразу влюбилась сразу нашла схему какие-то ниточки были у меня из остатков дименшенс какие-то у меня были дмс какие-то еще в общем все что было у меня в запасах я все подбирала причем так я сначала начала вышивать у меня была конва такого бежевого цвета но я потом присмотрелась к картинке поняла что тот не тот нужно еще потемнее а уже вышивка начата я взяла чаем развернула работу покрасила все чаем оставила ее высыхать потом продолжила вышивать ну в общем полный полет фантазии по итогу получилась великолепная работа все красиво получилось замечательно мне очень нравится я довольна своим подбором и данный подбор придал мне силы и уверенности что все возможно все это очень даже приемлемо и девочки которые вышивают много дименшенс прекрасно знают что даже ниточки дименшенс от набора к набору очень сильно отличаются от цвета и даже сам дименшенс буклеты свои и выпускал в ниточках анкор и в ниточках дмс а значит что в любой палитре работа может быть вышита и будет достойной и не важно что есть какие-то небольшие отличия в цветах и оттенках поэтому я за подбор я к этому отношусь нормально я за подбор так закрепляю ниточку и возвращаюсь к вам давайте посмотрим следующий вопрос представьте себе ситуацию вы вышли грандиознейшую картину над которой работали очень много времени вложили всю душу оформили и повесили шедевр дома картину видел ваш самый близкий родной человек и попросил подарить ваши действия так ну здесь наши действия очень простые муж никому ничего не отдаст все очень просто он в начале моего рукодельного пути не мог понять вообще чем я занимаюсь и зачем я трачу свое время на тыканье иголкой по столько часов а теперь когда картины оформлены и развешаны в доме и это красиво и всем кому не покажешь всем это нравится он оценил всю эту красоту и дорожит всеми работами больше чем я я могу даже кому-то что-то ну предложить подарить он говорит нет даже самые работы которые не оформлены в рулоне никому ничего не дари никому ничего не отдавай все все в дом все наше столько работала и кто знает когда будет еще возможность у тебя столько вышивать и выполнить еще раз эту работу и он прав я тоже так же смотрю на это со своей стороны вроде бы нам кажется что да мы вышиваем всегда можем вышить любую работу снова да это может быть но к примеру я я не люблю вышивать два раза одну и ту же работу для меня каждая работа это новое путешествие новое настроение работа вышивается по настроению и как говорится это как наши дети да мы с ними проживаем столько времени столько эмоций и раздавать дарить даже если она не оформленная но ничего как муж говорит придет время мы все оформим представляете вот пришло такое время он говорит мы все оформим пусть пока лежит мы когда-нибудь все оформим и все-все-все повесим вот поэтому даже если я захочу кому-то что-то подарить то муж не отдаст и нужно будет тайком выносить из дома свои работы вот такая вот у нас история будете ли вы дарить оформленные картины которые давно висят у вас дома но уже не актуальны ведь вышитые картины гораздо лучше на данный момент правильно ли дарить человеку то что самому уже не нравится мой вывод здесь такой вообще вышивку дарить девочки никому не надо кроме нас самих наши работы никто не оценит для нас они дороги мы знаем сколько мы времени тратим как это сложно как это затратно мы понимаем сюжет вышивки люди простые просто этого не понимают сейчас можно купить любой постер картину которую художник может нарисовать за неделю то что будет подходить в интерьер а вышивка это именно для любителей для ценителей это это не для всех и вы может будете очень сильно стараться человеку вешать некуда ему это неинтересно это ему не надо и он куда-то спрячет вашу работу а вы будете расстраиваться поэтому вышивку нужно дарить только тем кто действительно знает что такое вышивка кто хочет иметь эту работу может по согласованию не как сюрприз а вот зная что человек хочет такую работу вышить ему и подарить тогда да а вот так просто брать нести и дарить вышитые открытки они тоже будут где-то валяться вы на это все потратите свое время свое внимание поэтому я считаю что вышивку никому не надо дарить это только наше ну конечно каждый сам будет решать надо не надо но мое мнение что я вышивку никому не дарю и знаете даже не всем показываю свои вышитые работы только если человек это может оценить следующий вопрос можете ли вы увидев вышитую картину или пока только ее процесс настолько влюбиться что сразу же побежите в онлайн-магазин за наборчиком но это про меня это даже без вопросов конечно побегу сразу же побегу и куплю себе такой же я вообще человек впечатлительный и большинство моих покупок сделано именно под влиянием youtube я стараюсь в интернет-магазин не заходить потому что это огромный соблазн если я буду все просматривать я же потом не выдержу и накуплю всего стараюсь не заходить а вот youtube люблю смотреть и бывают такие вышивки которые меня просто не оставляют равнодушны и я иду и покупаю этот набор да случается со мной такое либо нахожу схему сразу начинаю вышивать поэтому я человек впечатлительный часто просматривая чьи-то запасы мне тоже становится нужно что-то и я иду и покупаю вот такие вот у меня дела такие вот истории есть еще один вопрос у этого тега но я на него отвечать не буду потому что у меня нет на него ответа а мы с вами здесь немножко уже повышевали совсем чуть-чуть вот так я быстро отвечаю на вопрос либо я вышиваю совсем медленно потому что вышилась буквально вот это красненькое пятнышко и у меня завязался узелочек на на ниточке поэтому буду сейчас распутывать ну в общем вот такая у меня красота получается я обожаю смотреть и любоваться уже вышитым фрагментом вроде бы чуть-чуть но уже складывается настроение что работа продвигается и я рада тому что я иду пока по своему плану ну а на этом у меня все желаю вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч пока пока а я не знаю что не знаю что это все и что это